В Актау живет отважная летчица, героически сражавшаяся на 4-м Украинском фронте в годы Великой Отечественной войны. Камка Умбеталина сбрасывала тяжелые снаряды на вражеские войска. В народе ее, одной из первооткрывателей казахстанской нефти, прозвали королевой геологоразведки. Сегодня Камка Умбеталина одной из первых получила именное поздравление от Нурсултана Зарбаева. Для 92-летней жительницы Актау новогоднее поздравление от Ельбасы стало приятным и неожиданным сюрпризом. Камка Умбеталина всегда и горячо поддерживает мудрую политику президента. По словам почтенной Аже, когда люди живут в мире и согласии, это и есть настоящее счастье. О чем еще мечтать, мои дорогие? Мы живем в независимой и процветающей стране. Хочу поблагодарить нашего президента, который все эти годы стоит у руля. К счастью, нас обходят стороной международные конфликты и экономические сотрясения. И мы можем с уверенностью смотреть в будущее. Цену мирной жизни Камка Умбеталина осознала еще в юные годы. Сразу после окончания школы попала на фронт. Хрупкой девушке доверили тяжелые снаряды, которые с воздуха сбрасывали на вражеские войска. Мы тогда ничего не боялись. У нас была одна цель – защитить родину и победить фашистов, признается ветеран. Победу отважная летчица встретила на Дальнем Востоке, но война для нее не закончилась. Девушку отправили воевать против японцев. Когда экипаж возвращался с очередного задания, вражеская пуля попала в двигатель. Самолет загорелся. Всем крикнули прыгать. Приземлились в тайге. Кругом уссурийские тигры и медведи. Мой парашют зацепился за дерево. Это и спасло мне жизнь. Утром меня нашел лесник и проводил до ближайшей деревни. Камка Умбеталина стала одним из первооткрывателей мангистауских и атырауских нефтезалежей. Из жизни ушли любимый муж и единственный сын. Однако народ не забывает своих героев. Одинокую бабушку навещают социальные работники. А молодые нефтяники обращаются к ней за советом. Блокада Ленинграда. Второй Прибалтийский фронт и долгожданный день победы. Каратаю Толебекову было всего 18, когда он впервые попал на поле сражений. После войны остался в Риге. Пять лет читал лекции в военно-техническом училище. Домой вернулся лишь в 50-е. Сейчас ему 91. Аксакал готовится отпраздновать предстоящий юбилей. 70-летие победы. А сегодня Каратай Толебеков получил новогоднее поздравление от главы государства. Свои 90 с лишним Каратай Толебеков выглядит совсем молодым. Будто не было в его жизни ленинградской блокады, 2-го Прибалтийского фронта. Бодрая походка, еще не стариковская осанка. И милые морщинки вокруг глаз. Такие бывают только от счастья. Трудно поверить, что у него все было наяву. И ужасы войны, и страхи, и ранения, и боль в невыносимой в висках, и боль в глубине его большой души. До сих пор перед глазами 42-й год. Бои в Курляндии и за Ленинград. Они и бомбы сбрасывали на нас, и из артиллерийских орудий обстреливали. И мы тоже давали достойный отпор, но сами не наступали. Чтобы идти первыми в атаку, армия нужна была в полтора раза больше. А где такую армию взять? Хоть и неравные силы были у нас, но оборону держали стойко. Враг не смог прорваться. Там я и закончил войну. Есть контузия, ранения от разрыва снаряда. Аксакал вспоминает, как однажды, в 42-м, ему попалась статья в газете «Правда». Он захлёб прочитал статью известного журналиста Ильи Эренбурга «Казахи». В степях Востока, привыкшей к нестерпимому зною, к суровому холоду, издавна жили отважные люди. А кыны пели о героях Казахстана, о славных батырах, цитирует Каратай Тулебеков. Нет ничего для батыра дороже чести. Против 7 тысяч врагов пошел Ертархын. Он пошел шестершинным мечом, восклицая «Только честь мне дорога». Вот о чем писал Илья Эренбург. Я тогда был политруком на фронте. Прочитал статью своим солдатам. Они сразу воспряли духом, расправили плечи. Это были уже совершенно другие люди. Да, тяжелые были времена. А сейчас мы в счастливое время живем. Мирное, стабильное. Все в нашей стране хорошо. После войны фронтовик учил молодежь. Своих четверых детей воспитал. Восемь внуков. Тоже давно уже взрослые. Сегодня они радовались вместе с дедом. Еще бы. Сам президент прислал ему новогодние подарки. Теперь они готовятся к празднованию 70-летия Победы. Это и их деда Победа. Алмау Разбаева, Ирбулат Абишев, Шымкент.